Привет! Вы на канале Рукоделие Наслаждение. И с вами Наташа Дуэк. И сегодня я хочу предложить вам мастер-класс, который называется А давайте вернем кукле волосы. У меня вот есть вот такая вот кукла. Они такие стандартные. Обычно они с длинными волосами. Такие в красивых платьях. Но с этой куклой очень много играли, ее очень много расчесывали. И как видите, у нее волосы исчезли. Кроме этого, у этой куклы была всего лишь челка. Потом вот здесь вот длинные волосы. Вот дырочки остались и по центру волосы. И у нее, в общем, было два хвостика. Всю остальная часть была лысая. Мои дети много ее расчесывали, много играли с ней. Все волосы исчезли. И в конечном итоге она стала лысой. И мои дочки сначала играли, как будто у нее рак. Но все же волосы хочется, чтобы были у куклы. И им хотелось бы, чтобы эта кукла была мальчик. Поэтому, как видите, я уже начала делать ему волосы короткие. И это искусственные волосы. И я их, получается, вставляю в голову этому будущему мальчику. То есть это была девочка, но будет мальчик. Это волосы искусственные. То есть где их можно взять? Их можно взять во многих разных местах. Во-первых, продаются разные заколки, хвосты, да, с длинными такими искусственными волосами. Продаются просто отдельно волосы для плетения косичек. Они называются каникалор. Каникалор, да. То есть если вы введете в гугл каникалор, либо пойдете в любой магазин, где продаются парики, вы там сможете купить вот эти вот искусственные волосы. У меня, я покупала такие искусственные волосы, и я заплетала косички. Знаете, как вот черные люди, чернокожие, они делают все-таки много косичек, и именно туда добавляются вот эти волосы. Сейчас это популярно и среди белых людей тоже. Ну, в общем, да, мне тоже такое нравилось. И остались у меня такие волосы, и я их использую для этой куклы. Пусть вас не пугает то, что когда вы делаете вначале эти волосы, они вот так вот торчат, как какая-то зубная щетка, не знаю. Эти волосы очень хорошо улаживаются кипяченой водой. То есть если доделать эту куклу и опустить ее голову в кипящую воду, можно уложить их, там сделать челку, зачесать, в общем, куда вы хотите и как вы хотите. Если это кукла, если вы хотите сделать куклу-девочку с длинными волосами, так же само. То есть обычно волосы эти, они продаются, они ровные. Да, у меня они просто уже... То есть я могла бы эти волосы окунуть в горячую воду, и они стали бы ровными. Вот. Но я это буду окунать, этого малыша в горячую воду, только лишь после того, когда я доделаю все волосы, ну, в общем, по всей голове. И я не буду делать волосы только по краям, потому что это, ну, неудобно, когда дитё играется, ему хочется расчесывать их, улаживать. И если полголовы лысые, просто закрашенные, например, темным цветом, то это как бы не очень удобно. Вот. Кусок сделан. Я буду... Это не будет панк. Я буду делать всю голову волосами. Итак, как я это делаю? Сначала вы берёте... Ну, вот этот волос у меня, он очень длинный, и мне не совсем будет удобно работать именно с длинным таким, поэтому я разделю его на две части, разрежу. То есть вы можете разрезать, да, кусочки. Можете либо такие маленькие кусочки, чтобы один раз продеть, либо вот побольше кусочки, как я делаю, чтобы несколько раз можно было продеть. Смотрите, я отделяю, потому что вот это я потом буду засовывать в иголочку. Иголочка должна быть более с длинненьким ушком, но в то же время не такая вот толстая, что невозможно через эту резиночку продеть, да? То есть для начала нам нужно отсоединить голову от тела. Вот она наша голова. Дальше нам нужно отсоединить пучочек волос небольшой, так как он у нас будет сложенный. Я отсоединяю небольшой пучок волос. Дальше я примерно посередине беру и ниточку вот так вот вокруг ставлю волос, да? Смотрите. Чтобы потом эту ниточку вставить в иголку, потому что я пробовала просто волосы в иголочку вставлять, но как-то неудобно. Я думаю, если у вас есть нитковдеватель, он такой вот металлический, да, с проволочкой, то будет намного удобнее. Просто у меня нет сейчас под рукой нитковдевателя, поэтому я вот тут мучаюсь вот так вот ниточками пока что. Вот, вставили. И теперь мы вот эти волосы, мы их продеваем в иголку. Вот так вот вдвое так идем. Ниточку убираем с края. Все, у нас остались волосы, то есть они сейчас вставлены в ниточку. И плюс я стараюсь сделать, чтобы они были вдвое сложены там. Сейчас какого, чтобы показать удобнее. Вот, они сложены вдвое. Края примерно одинаковые. И теперь мы еще раз их слаживаем. Вот так. И край вот этот вот, где мы вдевали, я его просто, ну, натягиваю и разрезаю. Получается, у меня такой толстый пучок волос на нитке, на иголке одетый. Вот он. Теперь я буду вкалывать и вставлять в голову. Так как голова резиновая, мне не нужно делать никакие узелки, ничего. Потому что волосы очень прочно держатся за счет резины. И иголка, она как бы толще, ну, не совсем толще, она тонкая, но она получается тоньше, чем волосы. И когда мы просовываем иголку, то потом резина, она растягивается, а потом стягивается и держит, получается, сама волосы. Давайте покажу спереди. Вот у нас есть дырочка, но неважно, можно вкалывать в дырочку, можно просто отдельно вкалывать в любом месте. Может, конечно, это так звучит зверственно, но кукла становится классной, красивой. Вот, смотрите, я вкалываю с этой стороны и буду вытягивать с другой стороны. Здесь я буду вкалывать. Вот. Видите, как получается у куклы? Кошмарно выглядит. Ну, в общем, вот так и вкалывали. И потом мы вытягиваем эту иголочку на другую сторону. Видите? Сейчас, лучше вот так покажу. Вот. И мы очень-очень аккуратненько тянем до той желаемой длины. Если у вас кукла с длинными волосами, то вы примерно как бы с двух сторон той длины желаемой волосы оставили бы. Вот так получилось бы с длинными волосами кукла. Но у меня это должен быть мальчик обязательно. Поэтому вот я так протягиваю, кусочек оставляю. И здесь у меня, видите, кусочек более длинный. Но. То есть вот с этой стороны вот эти все торчащие волосы можно вот немного их уже обрезать. Но потом, конечно, нужно будет стрижку дать этому мальчику более нормальную. Но для начала нормально. Вот. То есть у нас здесь длинные волосы торчат. Их можно еще раз поиспользовать. То есть не обязательно сейчас обрезать и выбросить эту часть. Поэтому мы вкалываем, например, рядом голову. И так как у нас уже не такой длинный пучок волос, то есть нам не хватит, чтобы пройти на следующую, на вторую часть головы. Поэтому можно вытащить где-то, но не так далеко. Смотрите, как вот здесь, например. Видите? Вот иголка проходит. И мы просовываем ее туда дальше. Но вот этот край, как бы мне удобнее что-то там поставить, ножницы или что-нибудь, чтобы случайно не затянуть эту иголку очень-очень, волосы очень далеко. Поэтому смотрите, я сейчас вытягиваю. Эти ножницы помогут моим волосам не уйти полностью целиком на другую сторону. Видите? Вот они тут задерживаются, а здесь вот с другой стороны уже вышли. Поэтому я ножницы аккуратненько вытягиваю одну часть, вставляю. И получается я разрезаю здесь волосы на две части. И вот где иголочка, тоже можно волосы срезать просто. Вот так. То есть иголочку мы уже отрезали. Сейчас эти волосы некоторые иногда с предыдущего пучка заходят тоже вместе с иголкой в резиночку. Поэтому их можно просто так поправить иголочкой. Видите, мы только что добавили пучок с этой стороны вот. И с этой стороны два пучка мы добавили. Что я держу неправильно куклу. Вот, добавили. И вот еще один пучочек наш. Таким образом можно добавлять кукле волосы везде. То есть все, что нужно, вправить в иголочку пучок волос желаемой толщины. То есть если у вас ушко еще подлиннее у иголочки, может можно делать более большими пучками. И потом все, что нужно, такими как рядами от низу до верху, так вот вы вставляете волосы. Можно, конечно, так же самое сделать просто по кругу и по центру, и челку. Если вы хотите, чтобы куклы всегда были волосы, например, хвостики. То есть это тогда ничего страшного. Вот. То есть в некоторых местах сверху просвещается, но это абсолютно не страшно, потому что после укладки это будет очень красивая кукла-мальчик. Все. Я буду продолжать делать. И когда я доделаю полностью голову, уложу ему волосы, дам ему стрижку. Я его обязательно сфотографирую и поставлю фотографии его на обложку этого видео. Давайте я покажу, как этот малыш получился с такими вот волосами. Полностью уже до конца доделала я, но еще укладочку не делала, потому что укладочку еще не решила, то ли волосы на бок зачесать, то ли посередине. Но пока что у него такой вот африканец получается с белой кожей. Вот такой вот красавец получился мальчик. И еще фотографии поставлю, покажу, как это все получилось. И еще у меня тут так случайно связалось, ну уже если мы говорим о куклах, связался вот такой вот у меня маленький свитерочек из Кидмохера для вот такой вот куклы. Такой вот он здесь просто лицевая гладь, короткие рукава, здесь косичка по кругу такой маленький. Ну он, конечно, под эту юбочку не очень, идет, было бы лучше под джинсики, но у нее есть, у этой куклы есть черные леггинсы, и, наверное, под них будет этот свитерочек намного лучше смотреться. И для второй куклы связался вот такой вот свитерочек. Здесь такой ромбик из изнаночных петелечек, регланом сверху. Просто такой тоже обычный свитерочек. Этот как бомбер оверсайз такой маленький связался. Вот, в общем, прикольно смотрится, и этой рыжей кукле зеленый цвет очень идет. Ну это так вам. Для идеи, если у ваших детей есть куклы, можете им тоже что-нибудь связать в плане развлечений, такого проекта, который за полчасика, да, можно сделать. Тут я взяла все по кругу, и рукава тоже по кругу. Ну, в общем, так. Просто для развлечения. Вот, и все эти куклы говорят пока. Желаю успехов. Творите, наслаждайтесь вашим рукоделием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok